Игры на гитаре Упражнение, о котором сегодня пойдет речь, это первые в череде адских упражнений, которые действительно вызывают какое-либо затруднение у опытного музыканта. О прошлых я говорила в предыдущих видео. Если до этого мы занимались по большей части развитием синхронизации и скорости, это то, чем, в принципе, занимается любой начинающий музыкант, только методы были более разноплановыми и интересными для того, кто уже достаточно долго играет, то сегодня я поговорю об упражнении, которое играется с использованием эконом-пикинга, техники, которая явно не для новичков. Игры на гитаре Игры на гитаре Выглядит это примерно так. Так мы избегаем нежелательных телодвижений. А значит, у нас появляется больше времени и ресурса на то, чтобы играть. Единственный минус — это то, что эконом-пикингу надо учиться. Если вы никогда не интересовались ранее этой техникой, я советую для ее познания сначала использовать такое вот упражнение. Обратите внимание, что при движении обратно я как бы немного разворачиваю медиатор кончиками пальцев. Этот момент надо поймать так, чтобы медиатор не вылетал из рук, но при этом извлекал достойный звук. Это облегчает движение медиатора вверх по струнам. То есть это как бы реверсивный ход медиатора. Это упражнение нужно играть по всем парам струн. Неважно, в принципе, по какой гамме, я использую классический лямино. Это нужно для того, чтобы поймать ощущения, которые возникают от игры на всех струнах, потому что они, естественно, везде разные. У струн разная толщина, разное натяжение, есть обмотка у некоторых, у некоторых обмотки нет. Так что не раздайте и не торопитесь. А следом уже можно будет подойти непосредственно к тому упражнению, которое я буду объяснять далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, теперь перейдем непосредственно к объекту рассмотрения. Упражнение, которое мы будем разучивать, тоже хроматическое. Как и предыдущее, и помимо эконом-пикинга, здесь идет отработка самостоятельности каждого пальца. И это сломает ваш мозг. Я серьезно. Играйте это упражнение таким образом. Первая его часть представляет собой движение от шестой струны к первой. Здесь мы будем играть эти самые микрослитпы, которые будут представлять собой два подряд удара вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая часть упражнения представляет собой фактически зеркальное отражение первой. И в ней мы будем использовать микрослитпы в обратную сторону, сверху вниз. Сыграю немножечко, захватываю первый кусок для связи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разучивание я рекомендовала начать бы с темпа 60 ударов в минуту 8 минутами. И я бы не советовала переходить к более высоким темпам, если происходит когнитивный диссонанс, путаются пальцы и глаза сбиваются в куш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока я разучивала это прекрасное упражнение, у меня даже пару раз начиналось мигрень. Невозможно допустить ни одной посторонней мысли, ноты моментально начинают путаться. Так что я хочу призвать вас к терпению и внимательности, особенно по отношению к своей собственной галушке. Если чувствуете, что устали и у вас не выходит, вы злитесь, то отдохните лучше минут 10, попейте чайку, а после снова приступайте к занятию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теоретически это упражнение можно играть по кругу, как и предыдущее, но, скорее всего, из-за этого вы запутаетесь и собьетесь. Поэтому я советовала бы делать паузу в пару кликов метронома перед каждым повтором, а такую перезагрузку. Следите за тем, чтобы ноты не наползали друг на друга, чтобы все звучало максимально чисто, ровно и аккуратно. И не пытайтесь, заклинаю вас, не пытайтесь раньше времени играть по памяти. Это упражнение – настоящая проверка на силу вы. Успехов вам! А с вами была Юлия, Explosion Ridge. Всем счастливо! Ставьте лайки, подписывайтесь, пейте чай.